Всем привет! В Нью-Йорке появилась новая услуга под названием SheTaxis SheRights. Это означает, что прекрасная половина населения города может вызвать такси, за рулем которого также будет сидеть женщина. Заказать такую услугу позволит специальное мобильное приложение. Оплата производится через банковскую карту. И это тоже удобно, не надо иметь дело с наличными. К тому же женщина-пассажирка не будет комплексовать рядом с женщиной-водителем, если ей, например, надо привести в порядок свой внешний вид. По словам основательницы SheTaxis SheRights, более половины пассажиров нью-йоркских такси – женщины, при этом более 97% водителей – мужчины. SheTaxis SheRights пока единственный сервис в США, предлагающий такси с женщиной за рулем. Однако компания планирует открыть филиалы и в других городах. Более полувека черный силуэт боевого быка видят проезжающие по автострадам испанцы. Бык Осборна, известный как эмблема хересного бренди, с годами превратился в неофициальный символ Испании. А теперь он стал вдохновителем для испанских модельеров. Шестеро дизайнеров создали коллекцию одежды и аксессуаров, посвященную этому национальному герою. Показ этих творений уже состоялся в Мадриде. Образ быка отражается в различных элементах, нарядах и в обуви. Каждый раз он проявляется по-особенному и порой совсем неожиданно. Владельцы торгового дома Осборн в поисках свежих идей решили войти в мир моды. Одежду этого бренда уже можно купить в сети испанских магазинов El Corte Inglés. Скелет мамонта, сохранившийся практически полностью, ушел с молотка на аукционе в Великобритании. Это ископаемое животное ходило по земле примерно 30-50 тысяч лет назад. Теперь его останки займут свое место в частной коллекции. Скелет мамонта имеет внушительные размеры – 5,5 метров в длину и 3,5 в высоту. При жизни животное весило предположительно 6 тонн. Ископаемые останки хранились в Восточной Европе. Раньше никто не пытался их собрать воедино. Однако британские специалисты выполнили эту сложную задачу. Еще одним интересным лотом аукциона Evolution стало 30-сантиметровое яйцо слоновой птицы. Его купил китайский музей. Таковы были новости планеты. Хорошего вам дня. Пока.